Село Бутер – это дорога одна из самых старых. Во время дождей здесь все смывало, спасались грядирования. Но помогала такая методика только до очередных ливней. Однако в прошлом году на ремонт дороги все же выделили средства. Тогда удалось отремонтировать 100 метров, в этом году еще 80. Много-много лет люди платят налоги в дорожный фонд, но в село эти не шли абсолютно, и пока не стали подниматься очень острые вопросы последние 3-4 года. Вот уже спасибо государственные люди решили, что все-таки обратили внимание на село, на дороги. Глава района говорит, это лишь один пример того, в каком состоянии сегодня находятся дороги. Таких примеров по всему району не один десяток. Денег на все и сразу нет, поэтому начинают ремонты самых проблематичных участков. К таковым относилась и улица Советская в городе Григориополь. Ситуация здесь была аналогичная. Дождь, овраги, ни пройти, ни проехать. Потом по дороге проходил грейдер, а после очередного ливня картина в точности повторялась. Ну мы ездим по этой дороге, конечно, сейчас я тут рядом живу. Обычно, когда дождя идут, здесь все время смывало, и на машине невозможно было проезжать. Приходилось бежать. Но сейчас намного лучше, сделали спасибо. 280 метров новой бетонной дороги здесь проложили меньше, чем за три недели. Потратили 470 тысяч рублей. А вот на улице Лермонтова работы только начинаются. По городу Григориополь у таких 12 проблематичных участков и два проблематичных участка. Село Красная Горка – это прилегающее село, относящееся к административному центру города Григориополь. Также у нас имеются такие проблематичные участки и в населенных пунктах. Это в основном Теи, Тея, Бутеры и Ташлык. Пользуясь случаем, жители этих улиц обратились к главе с просьбой установить светильники. Каждый год в районе устанавливают не меньше 115 приборов освещения. Появятся они и здесь, к 2014 году, обещает глава. И добавляет, обращения граждан редко остаются без решения или ответа. Так, по просьбе жителей вот этого многоэтажного дома, во дворе появился новый асфальт. Асфальтовое покрытие данного двора не ремонтировалось со времен сдачи дома в эксплуатацию. Это более 25 лет. Естественно, за 25 лет дорожное полотно пришло в негодность. Только в Григориополе протяженность дорог составляет 83 километра. Из них с асфальтобетонным покрытием пока лишь 13. В селах ситуация намного хуже. Но местные власти надеются, поэтапно эту проблему все же удастся решить.